Эй, черная пятница уже на SGMLUK. Заходи на сайт и попробуй новую линейку Black Friday, где каждое третье открытие абсолютно бесплатно. Лови бешеные скидки, бустер паки и забирай крутые скины за копейки. Торопись, халява не будет длиться вечно. Ссылку и промокод мы оставим в описании. Всем привет дорогие друзья, сегодня в нашем выпуске Лондруид, приятного вам просмотра. Еще один герой, которого немножечко переделали, переделали в лучшую сторону. И мы сейчас будем наблюдать за игроком, который спамит этого героя. Да, Лондруидыч весьма мощный в этом патче и мы обещали записать. Халявочек на самом деле интересных не было, потому что многие проигроки много времени уделяли подготовке к квалификациям, потом отдыхали. И решили взять просто пабера, который задротит этого героя. Вам наверное тоже будет интересно за ним посмотреть. Но и Лондруидыч сейчас непонятно на самом деле. То ли это мид-герой, то ли это керри-герой. Больше наверное по предпочтению игрока зависит. Но вообще мид-герой он раскрывается всегда получше, если он хорошо фармит в центре, потому что опыта больше дается. Вот, и посмотрим. Друзья, удобно совмещаться, подфармливать ближайший спот. Ну да, да. Мид, если хорошо отстоял человечек, то он фармит естественно больше. По поводу Лондруида, что ему поменяли? Теперь у него корни срабатывают на первых левелах. Это на самом деле самый глобальный фикс, что линия зелья Лондруид стоит гораздо приятнее до пятого левела. Раньше корни были только на пятом. И это было такое. Не самое приятное. Не самое приятное. Эрол для линии. Залетел из кокоса. Немножка неудачно. Ну, попытка, а не пытка, но шансы на самом деле убить были, что мы видим, что Лондруид уже неплох. Так подразумевал сейчас Шторм Спирита. Так вот, что еще поменяли Лондруида. Теперь демо лишь есть на первых левелах. Это способность, которая дает доп. дэмэдж по строениям. Потом поменяли Спирит Линк. Это вторая способность. Раньше она нажималась и действовала и на героя, и на медведя. Опа, еще одна Эрол. Прикольно. Горни пропают. Да, они на первых левелах не такие сильные, но тем не менее, учитывая то, что в вином есть на медведя, в совокупности очень много замедления контроля по герою дается. Вторая способность теперь, она, как я уже сказал, пассивная. Она тебе дает чуть меньше, чем раньше, но при этом она всегда есть. Вот, и присутствует общий вампиризм. Связывая эти герои и медведя. Попытка номер три. И мне кажется, пора уже Миране сместиться, потому что, ну не зашло эру. Ни одно, ни второе, ни третье. Ну да, пора и на самом деле проваливать. Потому что сейчас она пока что, по-моему, все хуже только делает. Теперь по поводу, кстати, Savage Rora тоже очень неплохо так подняли ту обилку. Она теперь автоматически кастуется и у героя, и у медведя вокруг героя медведя. Если раньше ты выбирал цель, либо геройка станет отталкивание. Эх, четвертая эрубера на моей игре. Вот, теперь Savage Rora остается одновременно и возле героя, и возле мишки. А это на самом деле очень приятно. Малозлачительные изменения на первый взгляд, то что теперь у лундроида армор идет не как у Сумона, а как у героя. Но, тем не менее, поплотнее станет мишка. У тебя, кстати, способность ретерн теперь дается на первом левере. То есть ты можешь послать медведя на разведку куда-то и вернуть его. Раньше этой способности у него не было. Она, по-моему, только со второго левела медведя, то есть третьего левела героя давалось. В общем-то, Вальвы захотели, чтобы мишка вернулся в эту игру. И самое, что, наверное, интересно и главное, это что теперь артефакты в лесу дропаются. И порой ты не знаешь, куда их засунуть, а теперь у тебя целых 12 лотов на лундроиде, чтобы кинуть какие-то шмотки. То есть если ты хотел дропать, допустим, какой-нибудь коготь ближе к 30-й минуте, потому что он был не такой сильный, заменять его полноценным слотом или какие-то другие артефакты третьего разряда, то теперь ты можешь и в мишку ложить, и в героя ложить, и в итоге у тебя получается супер-мощный кор. Ну, в общем-то, как-то так. Да, герой смотрится симпатичнее сейчас. Наконец-то Мирана уходит с мида, и Шторм Спирит может вздохнуть. В полной груди. Что мне кажется, уже Шторм Роуфля, он даже специально попытался в 4-й раз на Иролстайде не волочилась, слишком уж и классно налетела. Миландроид как лейнер, он в принципе сильный, у него достаточно много урона. Полтос на героя, плюс 50 на медведя. В совокупности соточка плюс топорик еще работает на мишке, то есть 120. Это очень хорошо, то есть Шторму сложного восхитить. Если Ландроид, то прям потеет. Миран опять увидит, что происходит. Доталов. Ничего, что счет там 1-3, ты с первым уровнем бегаешь, у тебя на линиях все не очень хорошо. Будет нам Night Stalker в лес пошел фармить. Да, мне очень приятно. Но там линия была, кстати, такая не самая комфортная для Мирана Инесса, на против фонда инга. Поэтому он и пошел ромить, но лучше тогда присесть на нижнюю линию, убивать втроем двух героев. Но он решил помочь в виде. Ну ладно. Подобивал крипов на подме. В итоге Фейза уже готова, у Ландроида четвертая минута по таймингам все пока что хорошо. 24 крипа у него имеется. И пошел фармить ближайший спорт к нему. Подробная Аркейна Мишка. Корни, кстати, прокают чаще. Точнее, не прокают чаще, а когда прокают, у них имеется откат. То есть они не могут прокнуть два раза подряд. А вот с Аркейном как раз-таки вероятность того, что они будут прокачать чаще, возрастает. Потому что откат идет быстрее. Есть шестой уровень по раскачке. Мы видим, что он пока что скиллпоинт оставил. Возможно, есть смысл прокачать Северор. Нет, он решил просто уйти в фармящего медведя. Северор, наверное, больше приятен на боковой линии. Когда стоишь в линии 2 в 2, и лишний контроль, он не помешает тебе совсем. Либо, наоборот, если на тебя нападают, оттолкнуть героев. Всегда круто. Ага, слушай, убрали же, получается, эту обилку Северор у медведя. Ее теперь вообще нет. То есть всегда нужно будет ее нажимать на героя. То есть раньше ты мог кликнуть на медведя и нажать отталкивание. То есть сейчас ты только на героя это кликаешь. Это к разговору о том, что, скорее всего, доту делают попроще. Вот с каждым патчем. А я вот не знаю, проще ли это или наоборот. Хотя ты, наверное, всегда у тебя с герой выделен. Ну, в основном, да. Даже банально, если ты выделяешь сразу два юнита, у тебя первый юнит, это герой. Ну да. В выделении. По сути, эта кнопка, в принципе, так и прожималась, вроде бы. Ну, да, да. Кому-то, может, кто-то привык нажимать конкретно медведям. Кстати, забавно то, что сейчас он взял руну иллюзии мишкой. Медведям подбираются руны, а иллюзии не появились. Почему-то. Может, он заденавил? Я, конечно. Поэтому очень сильно сомневаюсь. По иллюзии просто пропали. Ну и пошел приседать на товарочек. У дэмэджа мы видим, что не сильно много, но этого хватает, чтобы просто пушить мид. Это, знаешь, как вот ДК апает себе ультимейт и идет пушить. Потихонечку, полигонечку, ядом разогревая тавер. Так вот и лондруид пока что без дэмэджа. Но все равно неплохо пушит. Замаксил он мишку. У мишки на последнем левеле, как мы видим, 2450 хп. И, кстати, дэмолиш дает резист к магии. Это способность, которая дает получать 40% доп. урон по постройкам и магический резист. То есть, проще говоря, мишка больше левелами, тем магией его сложнее пробивать. Что-то с лазхитом, по-моему, у мишки небольшие проблемы. Я все-таки смотрю, он много крипов пропускает. Прям что-то не рассчитывает урон, еще одного крипа пропускает. Да, может, общается в пати на какие-то отвлеченные темы. Папчики же все мы играем на чили. Да, но при этом лондруиде играет успешно, потому что при загрузке даже прошлая игра. Моль смертей, 10 фрагов. Да, он хороший. Вроде удачно все. Пока что у него получается. Манго 3 сейчас посадил, судя по всему, на хэйграунт, в такую дочку, с которой, к сожалению, нельзя собирать мангусы. Но при этом, если у врага тут об сервера нет, то они не знают, что в манго 3 это вечный вижен для вашей команды, если манго 3 не срубят. Я так предполагаю, что мы сегодня в этом с роликом обсуждали, как собрать мангусы курьером, можно скорее всего собрать где-то мангуса. Будет максимально удобно. Выход на боковую линию, нужно помочь тиммейтам немножко, параллельно тому, как он фармит. Брокают корни и пошел ДПС. Слушай, а долго, кстати, они работают. Долго. Долго. Деньги, конечно, рекой льются. Смотрю, у него уже МОМ почти готовы. Кэйзики МОМ достаточно быстро, быстрая скорость фарма. Кстати, по поводу МОМа мне, артефакт на Лондриде вообще очень нравится. Типа ты медведев сюда вперед отправляешь. Тем более для пуша по строениям. 110 атак спида это очень круто. А Саленс, по сути, медведев. Ничего не режет. Дело в том, что ему тем более Саленс 6 секунд. Хрень собачья вообще. Так что МОМчик это топ-1 артефакт на Лондруида, как мне кажется. Дропаете эликсир, пока что не везет, честно говоря, с артефактами. Ну и манга-3 эликсир, это такое. Куда приятнее было бы сейчас собрать какую-нибудь лопатку, талончик. Громхендл на дальность стаки в лишнем бою и плюс дамэдж. Вообще, наверное, лучше артефакт в громхендл. Армор урон. Далее стаки для милишника. Опа. В очередной раз смещается на линию. Помогать, прокают корни. Не проклят баши, чаривают, забирает себе этот килл. Пока что все удачно, но прилетает МОМчик. Курьером отдает он видео. Получается, под нажатом у Лондруида Симона будет 200-300 даже атак спида, это очень много. Будет быть прям невероятно быстрым. Нажимается МОМчик, к сожалению, присосали. Слушай, вот это храносфера. Хорошая, хрона хорошая. Такой интересный момент, который зашел еще. Доберут на третьего героя. Был еще один. Не фикс, а просто изменение Лондруида, поднятие баф. Мишки конкретно. Атак спид, не атак спид, а рейндж атаки у милишного медведя спиритбэйера Симона. Подняли на 25. И только из-за того, что подняли на 25, он смог бить в храносфере ондаинга, по-моему. Бойт спид и стоялся, ну типа прям на краешке, а вот он дайк стоял глубже в хрона. И мишка мог бить хрона только потому, что подняли этот самый рейндж атаки. Снова смещается на топ, крайне активно Лондруид, получается, просто по всем лайнам ходят, корни пока что. Ну да, не афк в орбит, это хорошо. Должен тут добирать уже. Еще один удар остается. Да, там корни еще, прокнули. Вкусно. Ну и на вышку, и вы взяли, конечно, присесть. Там Мирана Мид под катапульта пушит. На Тобе тоже катапульта есть, он ее дефейт. А вон пост взяли. Ну и пойдут толкать линию. У Джиггернаута, скрипсла, там все очень хорошо. Если посмотреть на Нетворс, у него 6000 на Джаггере, при том, что, может, как Лондруид в миле хорошо фармил. Плюс помогал на других лайнах, пугывая героев. Джаггер имеет прям супер мод. Можно поговорить о том, какие комбинации с этим самым, по-моему, медведем хороши. Ну, не кажется, сразу в голову. Плык лапки, вешаешь и придушишь в состоянии. Лапки плюс раптура, ты отпугиваешь, герой бежит. Получает много урона. Тоже можно комбинировать. Я что-то не особо понял. Чувак, Савидж Рор появился у нас с Суммонищем Медведи. Сейчас только появился он слишком поздно. Может, какой-то баг. То есть у Суммона Лондруида есть Савидж Рор. Да. Он просто его, видимо, поздно прокачал. То есть теперь все-таки можно нажимать и на Медведя, и на Героя, этот Савидж Рор. Тогда получается фишка, которую нам показывал еще давным-давно Адмирал Бульдог, она актуальна. Ты, получается, нажимаешь на Медведя, допустим, второго уровня Савидж Рор, отталкиваешь, потом качаешь Медведя третьего уровня и еще раз отталкиваешь, потому что у него эта Абилка обновляется. Савидж Рор можно все-таки кастовать, это приятно. Ну и выход в Радик прямиком. Наверное, самый приятный для Мишки Артефакт. Он приятен не только потому, что ты много фармишь, много урона наносишь Файти, а потому что он дает тебе 65 дэмэджа. Весьма хороший артефакт за свои деньги по приросту урона. Плюс сюда можно бегать в линии и скипать просто мишкой. Где-нибудь там возле Т3, просто сжигать крипов. Да, уводишь пачки, приводишь эту пачку к лесной пачке и вот таки много-много фармишь. Весьма хороший артефакт. Интересный ультимейтер Снэпфайр, ему все-таки нужно было конкретно кого-то героя фокусить, но вот решили зафокусить Бэйна, хотя, как мне кажется, могли и Лондруида попробовать забрать. Опа. Тут же мальчик нажал на медведя, превратился в форму, у него есть бонусные арморы и хп. Поэтому просто пережили все это. Так еще и таги дальше смогут забрать. О, там бабки. По 25, по-моему, друзья, взрослый скидил. Это камбул. Плюс кайроу залетает в джиггернаут, залетает в эру, первый раз удачно и... Крутил каму, есть. Хоть когда-то же должно было сработать. Столько попыток. Многое, да, мы же, конечно, даже по такому плотному герою, как он дайв, у которого было 1700 хп. Кстати, Savage Lord теперь на время отдается. Не Savage Lord, а Ultimate форма. На 40 секунд. Он для тебя хп и аймор. Кстати, эликсир имеется. Можно им отхилиться. Есть и шрайн, можно и его прожать. Можно мангусы подобрать и ману... А, ну у него же медведь каленый. Не хочет перепризывать его. Про мангусики не стоит забывать. Краешком можно тут пособирать те, которые выпали. Он не может все равно забрать мангусы некоторые. Не судьба. Да, и там очень много. Drops artifact, который тоже бесполезен, в принципе, для этого героя. Ну да, веточка такое себе. Веточка сама по себе, но не самый плохой айтем. Во-первых, 15 минута и уже появляются Тирдвардс факты по когте. Войду повезло побольше. Ну да, третий тир все-таки тут же в Embrace. Не, ну, тоже неплохой, в принципе, артефакт, но... Хороший, но не ему, не ему. В Embrace он, скорее всего, даст фунт на Knight Stalker. Будет ли Сайленс? От не сталкера Сайленса не будет, но решили. Прон, пошел бы проконтролил Рума. Нижнюю башню силы не атакуют. На ландроид просто докачивает Адзианс. К нему бы кого-то из тиммейтов, чтобы не забрали эту самую ветку. Ну, в двадцатой таки он на фарме себе. Радианс. Читаю, что есть фейзы и Мом. Это не голый Радианс. Перетяжка на топ. Попытка забрать Джаггернаута. Есть Севаджеров после Сайленса. И Джаггернаута. Могут не забрать. Нажимается в форму, чтобы было побольше КП и больше армора. Парни по тычке Джаггеру и добивает. Хорошо. Мишка расконтролил, добил. И в очередной раз такой корни. Корни вообще с каким-то сумасшедшим шансом. Это вроде 20%. Конечно, сильно они ускорили Радианс. Этим файтом зафорсили немножко неудачно. Не в свою пользу враги. Мангостик кликнул, полетел на базу, купил телепорт. Вау. Ага, у Ретерна теперь возвращение получается с ума на ландроида. Теперь есть каст тайм. Она еще прерываемая. То есть, он не моментально возвращается к ландроида. А 3 секунды касту. Как будто телепорт нажимает. Обратно к ландроида. А вот это уже, ну, типа, такой баланс. Это не очень. Не очень. Да, это не очень для ландроида, но при этом на фоне всего того, что ему сделали. Но это выглядит как балансное что-то. То есть, теперь медведя, ну, очень легко убивать. Это, скорее всего, чтобы не было вот этой прям лютой грязи, когда он по всем линиям скипает по очке, запушить его невозможно. Для аганильного ландроида тоже не очень хорошо. Не слава богу, что так сделали. Мне кажется, что иначе ландроид был бы общен. Еще выше вводит спиритов лавенрейта. Попе героям. А, да. Он сейчас очень хорош. Опа. Белосовский камень дропнулся на 75 золота в минуту. Он его, видимо, решился в плане. Все в команде. На бэн золота. Прямо на этом это все забирают. Хотя вот ландроида это не так критично. Там минус 35, по-моему, дэмэджа. Но при этом 60 золота в минуту, 200 к мане. Ты мог бы... Ну, мишкой ты фармишь. Героям ты тоже фармишь, но не так удачно. Мог бы просто в героя снять. Раньше работала в Курьера. Сейчас это уже профиксили. Давно не работает. Враги доминируют 5000. И ландроид. Ага, тэпается за Радиком. Вот тоже интересная возможность. Не все ее используют. Телепорт просто на мишке южить. Он ведь может вернуться обратно. Так, неприятная стяжка. Нужно быстренько забрать Тамбу. Тамбу он забирает. Медведем пока что просто выбирает таргет. Ставится хроносфера. Неплохая по двум героям. Но даже накастовывает неприятный снэпфайр. Ультимейт почему-то от Бэйна залетел не в Джаггернаут, а в Войт Спирита. Мне кажется, это не самое правильное решение. В общем, Джаггер хорошо разлетелся. И руты плюс Северч Рор по Штарму в Спириту. Шторма 200 маны. Попробуют его забрать. Есть, кстати, Шторм. Шторма. А, у него мана закончилась, Шторма что ли? Он на всю влетал? Да, да, да. У него там крайне мало мана взрослого. Ошибочка. Ну и демонтаж товаров на такой стадии уже прям очень сильный. Так, свободная камера. Смотрим за мишкой. Орбов Веном, Рейден, Стопорик, Фейзе и Мом. Медведя. А больше ты от фактов, по сути, не купишь. Учитывая то, что сейчас не от Стал Шилда, а против некоторых героев раньше брали Стал Шилд на Лондроиде. Наверное, в мишку им положили. А в межведе он тоже встроен, интересно? По-моему, выходил под патч, где фиксили вот как раз таки. Чтобы это было только у героев? По-моему, да. Но это не точно, поправьте в комментариях, если я ошибаюсь. Я просто не играл на Лондроиде, в этом таких особенностей, как бы не замечаю. Ну и ты тоже вроде как не играешь на Лондроиде. Ну да, да, мы... У нас даже есть знакомые, знакомые, по-моему, даже никто не играет на этом герое. Я пытался играть на Лондроиде, но у тебя на Лондроиде не получалось играть на Майне. Когда я игру сыграл, он поиграл и все. И не пробовал больше. Должен быть багаж, вот прямо знаешь, как Смипа. Вроде как, ну, можно научиться, но при этом, как в практике нужен. Этого героя, допустим, он похож на Арквард, но чем-то вроде как два юнита, которые нужно контролить. Но геймплей, он со старта, он немножко разный. Мне нужно научиться каесить хорошо, чтобы тычки твои залетали по таймингу с тычками твоего Сумона. Чтобы идеально не руинить лосхита вот в одну секунду каесить. По игре постоянно бегает с двумя таргетами. Это не как Арквард. Арквард обычно иллюзия играет. Своим героем где-то в другой части карты фармит. Ну да, тут у тебя под контролем два героя. Ну, Арквард тоже когда врывается с рассказом. Он может какое-то время с двумя героями поработать. Но большую часть времени, да, как раз все иллюзии делается. Кстати, забыли сказать еще, тоже очень важная особенность у андроида. Когда он теперь нажимает форму на 40 секунд, она у него действует. У него нет способности Battle Cry, которая раньше давала урон. Теперь у него в форме милишной автоматически встроены корни и на героя тоже. И Демалиш, который дает резиск к магии и до бронкостроения. Даже увидим, можете посмотреть на героя. Демалиш есть и корни. То есть, недели и героям, и мишка рытает. При этом бьет и героям, и мишка сильно в построении. Там будет уже разбивать. Прочно. Есть эликсир. Эликсир сбивается, кстати. Можно сейчас похилить. И себя и медведя. Медведя можно будет тэпнуться на базу. Слушай, ну возможно, зовут еще зарудовал героям. Возможность зарудать своим персонажем, это весьма интересно. Тут бывает то, что сам медведь из корней не выпускает. А тут если еще два юнита рутают, то прям сильно. Но опять же, если вдруг игра затягивается на 30-ой, то представь, как этот ландруид со слотами еще и на героя, как он быстро ломает здание. Это же вообще жесть. 40% доп уронно по строениям, это какое-то колоссальное количество. А еще и 30-ой можно апнуть. Кстати, по талантам, 250-ой здоровью и минус 12 секунд перезарядки взял себе ландруид. По правой вере, потому что идет альтернатива дальность атаки, которая ему абсолютно не нужна. И 10 грани медведя в грани. Да, у медведя получает своего суммона. Ну тут армор не нужен. Тут 4 героя бьют магии, джаггернаут ультит. Ну окей, ультит и ультит. Потому что все даже радовало, если дэмэдж питает мими. Плюс 10 брони от Спирит Бер. Как-то странно написано. То есть написано так, что поесть у тебя рядом с тобой медведь, ты получаешь 10 брони. Ну вот, можно понять так. Ну да. Непонятно, у самого медведя. Скорее всего суммона просто дают. Но вообще, если и герои и суммон, то это крутая белка. Но опять же, она менее актуальна в этой игре, чем в любых других. Потифлона и какой-нибудь против. Большего количества физического дэмэджа, да. Этот талант поприятнее. Ну и керас, следующий шмотка. Во-первых, атак спид. Во-вторых, термор. Ну тут опять же не так значительно. Но и третий, минус армор. Самое главное, это от спид и минус армон. Хорошо, кликнулся в отшоп, но слушай, приятная белка. Через 4 секунды она уже будет. Но он сможешь оттолкнуть героя. Моя весьма удобная. Превращается в форму. Начинаю. Успел. Ой, бедный в спирит просто лопнул. Неудачно, конечно. Как бы хроносфера вроде как не самая плохая. Джиггернал хорошо разводился с него еще бейнвойда. Но он не выпускает из рутов вообще. Да. Если доходит своим героям... Слушай, ну раз есть смысл брать ботинок все-таки. Хотя бы голый ботинок на конкретно медведя. На героя. Чтобы так же добегать до героев, кстати, АМС не так уж и много. 336, это не самый маленький, но при этом заблестить ботинком на 30-ку. Ну, было бы комфортно. Еще одни фейсы взять? Фейсы вот я тоже подумал сперва о фейсах. Наверное, жидноватно. Просто полторы тысячи на это не хочется трать. Просто ботинок, мне кажется. Чтобы просто догонять. Хотя бы как-то. Раньше сейчас набрали танквиллы. Ну, чтобы их не кликать. Чтобы просто было много мовспида. Но мне кажется даже транквиллы это излишество. Просто тебе нужно просто добежать из-за оружия героя. Все, что от тебя требуется. Почему он не отдает команде Iron 3 и Vembrace? Я вот не понимаю. Кстати, да, интересный вопрос. Получается, что для Android даже это вообще патч очень крутой. Потому что шмотов дропается много, а у тебя не только ты, у тебя медведь есть. Получается, что ты много артефактов можешь носить вообще в целом. Ну, носить, да. Отдайте тиммейтам. Носи сколько угодно. Если, ну, может они отказались, конечно. Я этот вариант не учел. Он сейчас достаточно такой, вроде как простенький. Вроде как и потенький. Мол, зрел. Он когда подбегал Гцеггернаута, который был в Слипе. Он на медведи. Он с ума не отключил Радик. Вот, и потом нажал в Слипе. Да, чтобы не сбить Слип и подойти в упор и нажать Слипе, чтобы Гиганал не раскрутился и не улетел. Потом же Гиганал все равно мне улетел, но... Как факт. Микромомент, да, достаточно важно. И как он в комментариях писал, что корни не сбывают слипорт. Так я и не протестил в этот момент. Как же много ДПС обносит? О-о-о, как больно. Лайфтил, знаешь, тоже такое, я смотрю, неплохой. Хороший, хороший Лайфтил. Кстати, Лайфтил, когда Мишка призван и бьет, регенится основной герой. Но когда бьет герой, Мишка не регенится теперь. Нужно разбить Тамбук. Как же много зомби. Такое ощущение, что зашел какой-то кастом. Вот зомбари. Нужно задефать трон. Майс Рошана сагрил от стрелы. Ну и плюс Аегис. Но пока что этот Друид вообще неубиваемый какой-то. Угу. Ну врагов вообще он хорош, наверное, когда у врагов реально лимитированный урон. Джаггер раскрутился, ульту дал, но от руки он бить не может. Не тот, не тот персонаж, не тот сейчас геймплей. Снэпфайр, если ульт потратил обилки кастом, так же, как и Водит Спирит, магический, между прочим, обилки, то дамеджа больше нет. То есть нет героя, который будет прям на стопом вырывать кус маны. Раньше против ландруида был хороший Разор. Сейчас мне кажется, что Разор в принципе актуален против ландруида, но... Кстати, климки немножко переделали, и там будет сложновато контролировать. Гуля раньше, когда фестами прям сжирал просто. Это в ландруида, потому что в процентах бил. Вот, Гуля был крайне неплохо, против ландруида. Сейчас даже, ну, блин, и Гулю, и Разора переделали, говоря, даже без понятия, что будет хорош. Просто герою, которого не лимитировал, не лимитированный урон. Типа, фантомочки, которая на 30-м ныть уже бегает с бэфом, дозолем, бэкбэшкой, башером. И может прям пока до этого ландруида хавать. Я не понимаю, у него вамбрейс то появляется, то исчезает, то появляется, он куда-то то стоит. Он кому-то отдавал его, ему вернули. Грубо просто. Тут Бэйн, кстати, купил себе пару бросирочков, и этот вамбрейс, я так понимаю, он заградил. Я не смотрел за волны чем. Пошел искать. Эх, не нашел, вверх побежал. Он, кстати, краешком увидел. Я? Какой-то хитрожопый, он рядом все это время на дайвке. Видят, пробный приборник, а там же, да, забыл. Есть же обилка, слишком злижая. А вот представь, если ты оттолкнул героя, и через 2 секунды, вроде как это отталкивание, или сколько там длится, 2,5 секунды даже. Отталкивание закончилось, тыр зарутал героя на несколько секунд, если быть точным, на 3. И уже через секунду у тебя будет снова Savage Roar. То есть, в теории, герои, которые не имеют крутилки, не имеют полноценных эскейпов, они же вообще не могут уходить от лонрейда. Тапики бедные вообще страдают. Шторм сейчас очень опасную игру сыграл. Застрелял. Слушай, почти убил. Угу. С одной стороны хора... Вот шо, что? Он сдохнул назад, потому что... Ну, уж стоило того, явно стоило того. Им сейчас не нужно драться, штурм байбай, носочки, следить на всю ману, еще кого-нибудь шоке. А, на фонтан прилетел что-то. Точнее, на шрайн. Думал, опять будет на всю ману убитать, кого-нибудь. Да, лонный сейчас... А, у него корни без перезарядки на 20-м левеле. Оу, мой столон. Не выпускают из контроля. Не дали ни одной кнопки прожать, войду. Мне кажется, что все-таки Аегис должен быть не на Войде, у которого есть БКБшка. А БКБшку тут нажать легче простого. Тут нет героев, которые контролят моментально. То есть ты видишь, как бабка прыгает, ты видишь, как шторм летит, который тебя сейчас вяжет. Ты видишь, как водится перед кастой Триминант. То есть, Войт должен был стоять сзади, а Ландруид должен был быть с Аегисом на главном герое и просто пушист. Мне кажется, так должно было быть. Ну ладно, теперь талант есть на корне без перезарядки. Это значит, что... Ну все, все, контроль теперь точно. Бесконечный. Раньше кулдаун. Ну, то есть до таланта кулдаун был на них, по-моему, 4 или 5 секунд. То теперь они и прокают без кулдауна. На 25-м левеле тоже интересные, конечно, таланты у Ландруида. Я думаю, что он возьмет интервала так, очевидно. Ну, если бы пойти в трю форму, то он взял бы на 20-м правый талант. На 40 секунд передрядки вот там КП. Так, правый талант посильнее, конечно. Приратил сам, есть корни. Эх, сейчас бы прокнуть. Слушай, а на герой они почему-то перезаряжаются. Даже если навести на игру белку. Ну, я... Ну, вот только что не кулдаун. Я тоже кулдаун увидел, да, это странно. А на медведя не берет, а еще за бред. Центральная башня сил тьмы разрушена. Ну ладно. На нем 5 секунд, да. На нем, да, а на медведя нет. Странно. Действительно, очень странно. Быстренький демонтаж строений пошел. Тогда получается просто описание таланта неверное. Да. Нужно было добавить у медведя. Да. Слушай, ну, походу, умрет он в очередной раз. А где команда? Я не понимаю. Почему они пока стоят? Мертвый шторм спирит, есть хроносфера, есть бкб войд. Почему ты такой секунд на войде? Стоит сзади, с бкб-шкой. Поздновато, конечно, хроносфера он выдал. Очень поздновато. Где сейвы, кстати, типа форсика? Вообще терпеть не могу, когда в команде нет форса. Мы сейчас когда с тобой смотрели турниры, ESL, Вирнингем, там, что мы еще... Ну, короче, много турниров. Форстаф, Юл, это самый-самый глиммер. Вот Форстаф, Юл и Глиммер, это три таких артефакта, которые там почти всегда появляются у саппорта. Да. Ну, а форсик, ну, понятно, для чего Юл, это более атакующие артефакты сейв для себя. Глиммер и форсик. Против форсик, легионок и войдов прикольно заходит Юл. Да, весьма. А форсик, просто вот ты разворачиваешься, на тебя нападают, ты развернулся, раз к храму, тебя форснули. И ты уже на джекенах, во-первых, дистанцию не можешь сократить так быстро, чтобы добить этого героя. Во-вторых, всё-таки в гопшу героев держать не хочется вообще. Вообще, ну, типа, это такой бред, что форсики не покупаются. Самый лучший артефакт в доте. Мы порой были игры, мы смотрели, за кем же успели, Тинси против гамбитов играли. Там было четыре форстафа в команде на 50-70-й минуте. И работали они великолепно. Охренительно. Просто столько раз спасали друг друга этими форстафами. В каждой игре в команде должен быть минимум один форсик. Но если игра такая более-менее ровная, должен быть. С точком хороший артефакт. Тем более тут есть вроде как патма, тут есть. Бэйн качок по артефактам. Есть на ком собирать. Плодент героев, против которых форсмент какой-то имбалансный. То есть ни Гури, ни Найт Сталкера, ни Урсы. Но все равно. Телепорт Джекернауту, Бэйн потратил ультимейт, чтобы это сделать. Ой-ой-ой, хорошо цепляют здесь шторма. Но по идее мы сейчас видим конец игры, потому что шторм на 95 секунд без ББК. В Тавиану отлетел. Там будет сейчас миг пропушит и пойдут на центральные бараки. Вернулся. Вот я поэтому Нуран просто ненавижу. Залетает какая-нибудь стрела просто минуте на 37-ой. Вообще какая-нибудь неожиданная из деревьев. И ты игру проигрываешь из-за этого. Там еще Джекернауту, тиммейт, как бы тратил парадо в Войт, БКПшку нажал. Непонятно зачем. Ну, видимо, чтобы какой-то арчить не получить. Стан лишний от Войт Спирита. Но это вполне устраивающий трейд команду Рейзи. Ворвался в Войт Спирит. Читает в Войт Спирит. ДПС много не вносит, но... Отхиливается очень сильный медведь. Вот сейчас трансфера удачная. Может бить Андаинга. Обратно, Андаинга, надо фокусить Джаггера. У Джаггера никакого эскейфа нет. Поэтому Сайлент Саут у Мэйт Сталкера. Диганал тоже без Войбека. Они, кстати, трон могут сломать вместо того, чтобы гоняться. Мне кажется, это вообще не стоит того. Тут очень много... Очень много спросит, но очень жмет кнопки плохо. Войт Спирит. И тиммейт как-то дважды кликнул в одно место. Ну и трон сейчас упадет буквально секунд за шесть. Да, скорость сумасшедшая, конечно. Демонтирует невероятно быстро. Но, собственно говоря, поэтому он будет и хорош. Ты быстро фармишься, ты быстро ломаешь. Ребят, не забудьте про колокольчик, про лайк на ролик и про подписку. Спасибо всем за просмотр. Финальная статистика сейчас будет на ваших экранах. 777, кстати, опыта в минуту Война. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok